В управлении МВД по Ленинскому району это обычный рабочий день. Как всегда, здесь царит легкая суета, и только в коридорах службы экономической безопасности и противодействия коррупции тишина. В кабинетах только памятные календари да скромные подарки напоминают о предстоящем празднике. В остальном – обычные полицейские будни. По сути объяснений, если там что-то видим, тогда мы уже направим запросы по поводу согласования с НИПО. Ленинский район имеет ряд экономических особенностей. Прежде всего, он находится в непосредственной близости от Москвы. Здесь активно развивается экономика, хороший инвестиционный климат. А там, где большие деньги, велик соблазн для махинаций. Поэтому работы у сотрудников отдела хватает. Мы не считаемся ни с личным временем, и в выходные дни работаем. Порой до позднего вечера задерживаемся. Все зависит от оперативной обстановки в районе. Александр Рубченко в службе экономической безопасности работает с 2004 года. Несмотря на свой относительно молодой возраст – 33 года – он имеет огромный опыт, ценится коллегами, носит звание майора полиции. У Александра красавица жена и двое детей. Напряженный рабочий график не позволяет уделять много времени семье, но дома он неизменно находит всестороннюю поддержку. Жизнь сотрудников полиции, она не такая уж и легкая. Достаточно много времени приходится проводить на работе. Ну, относится с пониманием. Естественно, работа правоохранителей ведется не только в кабинетах. В конце прошлого года в поселке Остров сотрудниками отдела был выявлен подпольный цех по пошиву одежды. Вся продукция снабжалась товарными знаками известных брендов. Бизнес был поставлен на широкую ногу. Семь производственных помещений, в которых работали граждане из Вьетнама, которые, кстати, тоже находились на территории России незаконно. Но подобные оперативные мероприятия, скорее, исключение из правил. Не всегда приходится нам бегать за преступниками с оружием в руках. Наш контингент, скажем так, чаще всего в руках держит ручку и бумагу. Безусловно, для такой работы требуется определенный склад характера. Но распутывание сложных преступных схем в тиши кабинетов для этих людей занятие не менее азартное и захватывающее, чем погоня за преступником. Я и люблю свою работу, потому что она мне как раз доставляет положительные эмоции. И доставляет в том плане, когда ты расследуешь какое-нибудь, ну, сопровождаешь какое-нибудь уголовное дело, объявляешь какое-нибудь преступление, и лица привлекаются к уголовной ответственности, от этого получаешь, конечно, удовольствие. Поздравление коллег, вручение грамот и наград – все это будет вечером. А пока изучение сухих строчек экспертиз и свидетельских показаний, заполнение протоколов и прочее привычное для этих людей работа. Итог которой – сохранение миллионов бюджетных средств и тысячи граждан, защищенных от мошенников и псевдопредпринимателей. Хотелось бы поздравить действующих сотрудников с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья в этот день, оперской удачи и, самое главное, семейного благополучия и крепких, надежных тылов. Теплые, добрые слова нашим ветеранам. Самое главное – им крепкого здоровья. Они не один год отдали этой службе, и спасибо им за это. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.